Так, начнём. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Меня знаете, меня зовут Илья Лепес. Я являюсь руководителем семинара литературного перевода в городе Торонто, Канаде. Сегодня мы, участники семинара, собрались, чтобы отметить десятилетие международного литературного журнала «Омигрантская лира», который отдаётся в городе Ильеже, Бельгии, главный редактор Александр Мельник. У нас с журналом «Давняя связь». Я являюсь членом редколлегии журнала самого его основания, отвечая за литературные переводы. Трижды принимал участие в фестивалях «Омигрантской лиры». Переводы нескольких наших семинаристов, а именно Александра Шика, Яны Кане, Семёна Сафро, Виты Щивальман и мои, печатались в нашем журнале. В основном наши семинаристы из Большого Торонто, но есть и жители Оттавы, провинции Альберты, а также США. У нас творческая мастерская, где мы рассматриваем наши литературные переводы, учимся у классиков и друг у друга, спорим, порой очень рьяно. Но, в общем, всё проходит в дружеской обстановке. В основном переводим поэзию на русский язык, с английского, а также с украинского, иврита, грузинского, белорусского, испанского, немецкого, французского и других языков, а также на английский, с русского и других языков. У нас нет метров. Некоторые наши семинаристы успешно переводят песни известных канадских и американских поэтов, пишут собственные песни, а также песни на переводы. И, будучи профессиональными музыкантами, их исполняют. Сегодня они также выступят перед вами. Наши семинаристы издают книги, широко печатаются в русскоязычных литературных журналах и альманахах США, Канады, Европы, включая Германию, Бельгию, Украину, Великобританию и другие страны. Кстати, в следующем году наш семинар также будет праздновать своё десятилетие. Итак, сегодня мы отмечаем десятилетие журнала «Омигранская лира», читаем наши поэтические переводы, собственные стихи и исполняем песни. Но прежде всего я хотел бы дать слово главному редактору журнала «Омигранская лира» Александру Мельникову. Пожалуйста, Саша. Добрый вечер, дорогие друзья. Кого знаю, кого не знаю ещё. Очень рад вас видеть. В Канаде, к сожалению, я ещё ни разу не был, хотя объездил весь свет. Единственное, был в Нью-Йорке, но и в Южной Америке, в Бразилии, Аргентине. Но надеюсь, когда-нибудь попаду. Там у меня много и знакомых, и друзей, кроме вас-переводчиков, и личных друзья есть. Так что про Канаду мы думаем. Сегодня я хотел коротко, я буду коротким, да, ну так часа на полтора, не больше, как говорит Саша Радышкевич. Я коротко расскажу о том, как поэтические переводы представлены в разных ипостасях «Имигрантской лиры». Дело в том, что «Имигрантская лира» — это ведь не только журнал, началось всё это с фестиваля, поэтического фестиваля. В 2009 году был первый фестиваль. Кстати, в этом году пройдёт уже 14-й по счёту. В прошлом году по понятным причинам не проводился, в этом году рискнули. Посмотрим, что из этого получится. Всё сложно, но надеемся. То есть началось с фестиваля, потом появились другие мероприятия, как, например, вечера, осенняя встреча «Имигрантской лиры» в Брюсселе. Есть такое у нас, каждую осень проводим, приглашаем одного из крупных русскоязычных поэтов и делаем встречу с местными бельгийскими поэтами. Ну и, естественно, журнал. Да, и наши поездки за рубежом, вечера, и фестивали за рубежом в разных странах, вот многое другое. К необходимости заниматься поэтическими переводами мы пришли, в общем, довольно быстро. Потому что довольно быстро мы осознали две вещи. Первая, очень простая, было понятно сразу. В принципе, это должно быть понятно с рождения, но мы поняли это не сразу, чуть позже. То, что о наших стихах, которые мы пишем на русском языке, жители стран, в которых мы проживаем, никогда не узнают, если мы их не будем переводить на местные языки. Это первое. И вторая вещь. Было такое осознание, что мы, поэты, живущие за рубежом, поэты-мигранты, там, называть как хотите, мы обречены вариться в собственном соку, если не будем интересоваться мировой поэзией, и если не будем сотрудничать с местными поэтами. Ну, понятно, что для этого нужны переводы их стихов на русский язык. То есть только благодаря переводам на другие языки русская поэзия известна в мире, и наоборот, только благодаря переводам на русский язык мы знаем мировую поэзию. Ну, это аксиома. Ну, по отдельным ипостасям. Первое – фестиваль «Эмигрантская лира». Первые два прошли без переводов. Просто были поэтические конкурсы, там, чтение стихов и так далее. Начиная с третьего, по счету, фестиваля, который прошел в 2011 году, и вплоть до 2011 фестиваля 2019 года, каждый год проводился конкурс поэтов-переводчиков с таким романтическим названием «Свеча Толмача». Но это, надо сказать, такой проект, такой невероятной сложности был. Мы привлекали, потому что люди присылали переводы с самых разных языков, в том числе с экзотических языков. Все это надо было как-то переварить и рассудить еще. Ни один член жюри не говорит на десяти языках, дай бог на двух, дай бог на трех. Мы привлекали поэтов, экспертов, переводчиков для каждого переводимого языка. Эти эксперты добровольно, слава богу, наши люди чуткие, отзывчивые и помогают. Мы находили таких помощников, волонтеров. Эти эксперты-переводчики делали свои тщательные подстрочные переводы и анализировали все конкурсные переводы и делали свои экспертные заключения. Потом все это анализировалось, ну допустим, 7, 8, 9 участников конкурса там каждый год. Все это анализировалось, там система баллов, оценок и так далее. Такое было аналитическое заключение финальное, все это уже рассылалось членам финального жюри. И выставлялись там уже какие-то, принимались решения, определялись победители и так далее. С 2020 года этот конкурс больше не проводится. Я вам скажу, это очень нужно, это очень интересно, но по объему работы это адский труд. Я все это дело координировал сам. Это занимало у меня, отнимало больше времени, чем организация всего остального фестиваля со всеми его мероприятиями. Это был адский труд, работа, которую я просто уже не мог себе позволить продолжать. Может, потом когда-то будем продолжать, но пока что, пока что все. Пока я остановился. Конкурс больше, с 2020 года конкурс больше не проводится. Но я назову фамилии все-таки людей, которые в нем побеждали. Вот на самом первом, в 2011 году, победителем стала Наташа Резник, которую вы все знаете, вот из США. Второй победитель 2012 года, это небезызвестный вам Илья Липец из Канады, победитель конкурса второго. Илья потом занимал другие призовые места, по-моему, второе там на ком-то. Я сейчас называю победителей. Ну и победитель остальных лет вот этого конкурса свеча Толмача. Кого-то вы знаете, кого-то нет, я назову фамилии. Галина Погожева, 13-й год. Валентин Литвинов из Бурятии, из Уаму, Дэму и Земля, 14-й год. Анна Криславская, 15-й год. Дмитрий Смирнов-Садовский, 16-й год, покойный, умер от ковида. Марина Эскина, 17-й год. Алексей Ланцов, 18-й год, из Финляндии. И Геннадий Казакевич, 19-й год, Австралия. Вот такой вот первый проект. Все это публиковалось в фестивальных сборниках. Каждый год вот фестивальные сборники издаются, сборники стихов и в том числе переводы. Ну их много, я показал несколько, каждый год мы издаем. В том числе издавались и переводы. То есть, к сожалению, вот запомните, возьмите на заметку, что этот конкурс, к сожалению, больше не проводится, хотя мне очень жаль. Многие мне говорили, Саша, это не всем интересно и так далее. Но это было потрясающе. Все-таки, мне кажется, интересно, но невероятно сложно. Другой крупный проект, который связан с поэтическими переводами, это вечер разноязычной поэзии, которая называется «Созвездие Лиры». Тут слово «лира» уже в качестве созвездия. Созвездие Лиры, ну, в переносном смысле понятно, что это поэт и так далее. Это тоже каждый год на фестивале, начиная с 2014 года, проводится вот такой вечер, вечер разноязычной поэзии «Созвездие Лиры», на который мы приглашаем поэтов, пишущих стихи на самых разных языках, которые живут или в Бельгии, или приезжают некоторые, в том числе издалека. И, естественно, их стихи тоже переводятся. Два рабочих языка – русский и французский. Стихи вот на этот вечер на самых разных языках бывали за все эти годы. Он и в этом году будет проводиться такой вечер. В том числе, ну, каждый год у нас арабский язык, китайский язык, очень многие европейские языки, языки постсоветские, грузинские, армянские, абхазские, украинские и так далее. Вот. Очень популярный вечер, который основывается на работе переводчиков. Потому что все надо перевести. Потом все, когда читают люди в зале, Илья присутствовал, да, на этом вечере, или тогда еще его не было, тогда, может, его и не было. Ты же был, да, до 2014 года. Это полный зал. Человек читает стихи, допустим, на китайском языке. На экране проецируются тексты на двух рабочих языках, тексты переводов. На русском и на французском. Публика смешанная. Русскоязычная и, как правило, франкоязычная. Мы живем в Волонии. А человек читает на языке оригинал. Это потрясающе интересно. В некоторые годы тоже издается к этому вечеру сборник специальный. Подождите, вот он. Вот за эти годы их уже куча. Вот так вот он выглядит. Созвездие Лиры на двух языках. Констелляцион де ла Лир. Это созвездие Лиры. Вот это вот разные годы. Вот это вот. Ну, картинка одна и та же, только цвета разные. Вот. Все стихи публикуются. По три стихотворения. Язык оригинала. Перевод на французский. Перевод на русский. Это потрясающий вечер, который сплачивает людей. Разных сплачивает поэтов разных национальностей. Иностранные поэты действительно открывают для себя русскоязычную поэзию. Русские, русскоязычные люди, приехавшие из разных уголков мира, с удивлением для себя смотрят и слушают там на выступающих, на арабов, на китайцев, на португальцев и так далее. Этот вечер будет и в этом году. Так, да. И все это, его успех, короче, основан на поэтических переводах. С 2014 года в Брюсселе мы проводим каждый год осенью поэтические вечера из серии «Осенние встречи эмигрантской лиры в Брюсселе». Это такое третье мероприятие, не связанное с фестивалем никак. Приглашаем поэта, ну были разные люди, у нас был и Кублановский, Рейн, Грицман, Горбовская, ну и так далее. Большой список людей. К этому вечеру тоже стихи приглашенного автора переводим на французский язык и публикуем вот в такой книжке. Вот эта серия вечера называлась «La poésie belge face à la poésie russe». Русская, бельгийская поэзия как бы визави русской поэзии. Вот. Тоже благодаря переводам приглашенный поэт выступает перед местной публикой. То есть как бы мы сближали и продолжаем сближать русскоязычную поэзию с поэзией мировой. Ну и, наконец, журнал «Эмигрантская лира», ради которого, в общем-то, мы ради юбилея, которого мы здесь собрались. Ему исполнилось 10 лет 29 марта. Вот. Так вот, выглядит он примерно вот как моя картина сзади, про которую вы спрашивали. Вот это фрагмент. Видите, фрагмент картины. Это обложка «Эмигрантская лира». Вот. Вышел уже 41 номер. Раз в три месяца выходит этот журнал. Начиная с самого первого номера. В нем имеется рубрика поэтических переводов, которую все эти годы ведет Илья Липес. Илья, пользуясь случаем, благодарю тебя за верность, за работу, за высокое качество твоей работы, за твой спокойный нрав, за наши хорошие отношения. Вот. В общем, я очень рад. За 10 лет журнала мы опубликовали переводы самых разных переводчиков с языков. Вот я вчера не поленился, а прямо сделал работу. Мы переводили, публиковали стихи переводчиков. С английского, французского, немецкого, испанского, португальского, итальянского, польского, норвежского, китайского, киргизского, узбекского, украинского, литовского, латышского, армянского, грузинского, иврита, чешского, венгерского, сербского, датского, шведского и турецкого. Извините, что я вас утомил. Я пересчитал, получилось 23 языка. Но это, конечно, колоссальный труд, который направлен на расширение наших литературных горизонтов, наших читателей, и на знакомство наших читателей с лучшими образцами мировой поэзии. — Напомню, или скажу, кто не знает, каждый номер посвящен отдельно взятой стороне. Вот следующий номер будет посвящен русской поэзии и Африке, черной Африке, не могли бы, про которую мы уже когда писали, черной Африке. — Соответственно, вот Илья знает, какие проблемы. Вот надо перевести хорошего африканского поэта. Ну, нашли уже перевести на русский язык, причем перевести, скорее всего, через промежуточный английский придется, а может и напрямую, если кто-то сделает, там надо подстрочник с португальского сделать. — Мы работаем сейчас над этим. — Да, это большая работа, но ведь это нужно и интересно. В общем, самая искренняя благодарность Илье Липесу за наше многолетнее сотрудничество. Ну, вот я так все прошелся по переводам в разных хипостасях Инегранской лиры. И в заключение, позвольте мне прочитать стихотворение, которое я нашел вчера, случайно, когда я готовился, стихотворение Александра Городницкого. Или это вообще песня. Просто называется «Переводчик». Ну, я не думаю, что это шедевр прямо русской поэзии, но поскольку это такая тема, я вот его прочитаю. То есть, внимание, это не мое, это Александр Городницкий. «Переводчик». Как актер он входит в роль, и чужда его природе неосознанная боль. Он склонился над стихами, в голове его звонка, словно птица, не стихает чужеродная строка. Взяв заранее на веру чувств чужих и мыслей груз, соответствием размера озабочен, как прокруст. Он живет, извечный пленник, неизменно кропотлив. Жизнь свою без сожалений в чьих-то жизнях растворив. Вот так. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Извините, я, может быть, немножко перебрал время. Спасибо, Саша, спасибо за добрые слова. Я думаю, наше сотрудничество с нашим журналом продолжится. Вот, будем все делать для этого. Спасибо огромное. Ну, а теперь я хотел познакомить вас с творчеством наших семинаристов. Первым выступать всегда сложнее, поэтому я буду первым выступать. И прочту вам переводы не английско-американской классики, а переводы с украинского языка. Сейчас вообще в Украине наблюдается ренессанс. Здесь просто замечательные поэты, великолепные. Я вот только на скидку перечислю. Это Сергей Жадан, Игорь Павлюк, Моисей Фишбейн, хотя он и умер три года назад, но это современный, замечательный украинский поэт. Юрий Андрухович, Катерина Калитко и другие. И в чем важность, особенно в наше вот это вот страшное время, перевода поэзии лучших украинских поэтов? Ну, это, во-первых, борьба с пьющим невежеством, потому что абсолютное большинство народа вообще ничего не знает или не хочет знать об украинской поэзии, современной украинской поэзии, или знает какие-то совершенно примитивные вещи. Если я хоть кому-то докажу, что украинский язык, украинская культура – это не часть русского мира, что украинская поэзия не его предаток, что она не вторичная, уже, как говорится, не зря прожил на этом свете. Как говорит, как писал Шевченко в поэме «Кавказ» – не вмирая душа наша, не вмирая воля. И я хочу начать со своих переводов из Моисея Фишбейна. Вот, это один из самых ярких украинских поэтов последних десятилетий. И таким виртуозным владением словом, такой литерацией и чувственности владели немногие поэты. Он был человеком крайней, среди него не существовало середины. Но помимо его поэтического таланта, он еще запомнился тем, что был патриотом Украины, украинского языка, и похоронили его в гробу, обернутым украинским флагом. Я прочитаю несколько времени, к сожалению, не позволяет много прочитать. Прочитаю несколько своих переводов стихотворения Моисея Абрамовича Фишбейна. 1954 год. Таяло и замерзало. В пивнушке, при кирогазе, блатные частушки пели задорно бухлов полцены. Вдовая дважды, уборщица Лида, давеча вышла за инвалида, лагеря, водки, труда и войны. Через дорогу большое кладбище. Веня представился. Ох и ветрище. Веня до фени, а ваня нальют. Перед глазами все плыло и плыло, таяло и замерзало. И было горько Ивану за злой неуют. Ваня подумал, сейчас похмелюсь я. Ваня подумал, не Лидой, а Люся. Ваня подумал, как много погод. Снова подмерзн и снова растает. Мир этот, видно, чудить не устанет. Шел 50 после сталинский год. Второе святовление. Посвящение Олесе Скипальскому. Переступлю мерцающую тень. Светило сыро. На исходе день. За окаемом скрылся клин гусиный. Припоминая город на горе. Брусчатка, чердаки. А во дворе то на ветру, то под дождем калина. Клубникой пахли годы. И руки касались пролетая мотыльки. Совсем нежданно выплеснулось слово. Журчат глядел. На чужука ручей. Про парус голос пел. Откуда? Чей? Не добреду. А песня снова? Снова? Это писалось в Германии под Мюнхеном. Одно время Фишбейн работал на радиостанции. В украинской студии радиостанции «Свобода». Игорю Римараку. «Оставив за собой сарай, стоги, Окраины предместий и села, Межу, где очертила круг пчела, Отбросив память о душистом логе, Там за межою, где душа жила, Чуть свет перекрестившись, без тревоги, Оставив за собой сарай, стоги, Уйдешь не глядя по любой дороге. Нет в доме мёда, жала и тепла. Больница в пригороде. Тоже писалось уже в эмиграции. Но потом Фишбейн вернулся в Украину. Боже, больница в пригороде. Боже, как цепко держали. Вольная после отходной. Ах, цепко. И всё безысходней, мертвенной. Сумрак державой. Ржала она то и дело. Ночью неистово выла. Душу колючкой обвила. В робу упрятала тело. Века свидетель, вздыхая. Щурится от простуды. Родом ты чей? Неоткуда. Кто ты? Куда ты? Не знаю. Ещё время пока есть. Роману бессмертному. Хлебной горбушкой пахнет едва. Недостижимо парит синева. Нота звучит одиноко минорно. Где-то вблизи умирает волторно. Приз всыпляющий сон божества. Тёплая галька. Ромашковый рай. Где ты, волторно? Воскресни, играй. Станем ещё до рассвета в дозоре. И заиграем на косогоре. Тихо начнём, словно бы невзначай. Там, среди деревьев, листвы и тепла. Там, где ещё не обещано зла. Там, где ещё не попутаны даты. Где ещё не сужжена нам расплата. Зимняя мгла, ледяная зола. И последнее хочу прочитать. Перевод свой из Моисея Фишбейна. Крым. Лето. Литалию Заславскому. Писалось ещё в 70-е годы. Закрыть глаза. Прикосновение. Возврата нет. И наяву захочется продлить мгновение. Пусть тянется, пока живу. И кожи чувствовать, как предки. Тогда они слышали прибой. И ветер, и трава, и ветки. Что говорят между собой. Когда повсюду зной. И только. И только лишь тяжёлый жар. От гальки, что выносит. Стойка. Волн. Охлаждающий удар. И только лишь наплывы зноя. На ноги, руки. Навсегда забыть про то, кем был и кто я. Забыть про дали и года. Про меры, изомеры тоже. И звоном вышина проймёт. Когда разгорячённой кожи коснётся капли. Словно лёд. И ещё я вам хочу прочитать два своих перевода. Из Юрия Андруховича. Он живёт в Иоанна Франковске. Больше известен как Прозаев. Его проза переводилась на многие языки. Европейский. Но он ещё замечательный поэт. И больше известен как поэт. Такой абсурдист. Вот послушайте пару его стихотворений. Смена декораций. В помещении церкви открыли вокзал. Там пить чаши, лампады, иконы, кабины. Толчья на хорах. И гудит терминал. И у буфетчатся губы. Воложных рубина. Туалеты и фрески. Былая заря сходит в тлен, как Мария. Вся в рубище чёрном. Открываешь, как двери врата алтаря. И выходишь и бродишь по первой платформе. Свет багажных свечей отошёл в закуток. Паровозы пыхтят неспокойно и тяжко. Штурм вагона. Торжественно дует свисток. Пролетарский пророк красной бурой фуражки. В помещении школы. Крыли отели. Там всегда кто-то с кем-то в стенах мрачноватых. Сталакиты вот-вот сверху рухнут в постель. Старшеклассницам хочется сахарной ваты. И сплетается русло заломленных рук. Постигая секреты природных наук. Лазарет в помещении замка открыт. И гуляет там рыцарь в серых пижамах с пепелищ. Им диагнозы лекарь творит. Словно занят он следствием в пыточных ямах. От стыда в белокаменных камнях ночных. К башнях ночных. Неизменно врачуют распятием их. В помещении цирка. Открыли завод. Там летит над конвейером гордый народ. Весь в сверкающем гриме. От уха до уха. В помещении неба. Открыта тюрьма. В помещении тела кромешная тьма. В помещении духа. Открыта разруха. И еще одно небольшое стеотворение. Юрий Андрохович. Природа в старом городе, увы, на фоне зданий смертно, усеченно. Читаем ход деревьев, обреченных с размера на кружащейся листвой. Камины, куст, твердишь в который раз. Подобие живого на столетие. Витраж, дыхание сухих соцветий. Зачем все это? Только горечь, глаз. Парад настенных пастей. Блеклый цвет. И несуразный виноградный плед. Эрзат слугов, промерзнувших в гордыне. Мы здесь росли. И нам познать дано, как бьется ветка голая в окно. И первый луч змеется по гордине. Спасибо. И далее у нас... Соли. Эфим Шенис. Прозаик, поэт-переводчик. По совместительству доктор технических наук, если я не ошибаюсь. Человек невероятно энергичный. Который постоянно носит какие-то оригинальные, дельные предложения. Мало кто решился бы переводить стихи такого поэта, как Рената Муха, на английский язык. Потому что игру слов и изящный юмор, на котором зиждется ее поэзия, переводить невероятно сложно. А Эфим взялся за это. И посмотрите, что получилось. Эфим будет читать стихи Ренаты Мухи на русском языке. А я его переводы на английском, если вы не возражаете. Пожалуйста. Можно показать на экране мои переводы. Вот сейчас они появятся. Значит, два слова о Ренате Мухе. Это ее настоящая фамилия. Она окончила школу в Харькове в 50-м году, университет, аспирантуру, защитила кандидатскую и работала на кафедре английской филологии Харьковского университета в должности доцента. Последние годы жила в Израиле. Стихи писать не собиралась. Но неожиданно сочинила первое стихотворение. В нем были две строчки. Жили в одном коридоре калоши, правый дырявый, а левый хороший. И после этого начала писать. Сутливые стихи для бывших детей и будущих взрослых. Это ее слова. Гиппопоэма. В семье у знакомого гиппопотама есть гиппопопапа и гиппопомама. Ну вот в чем вопрос. И достаточно тонкий, а где остальные гиппопопотомки? Спросить неудобно, звонить неприлично. И все это очень гиппопотетично. Но, и хотя не исчерпана данная тема, кончается гиппопопопопопоэма. В Нерус's family of Hippopotamus there are Hippopopapa and Hippopopmama but here is a delicate question in sentence where are the rest of the Hippop descendants to ask in convenient and in distance to cling all this is a very Hippopathetical thing and author the story would gladly extend the Hippopop poem is going to end the weather was bad in Chile wetness, dampness and winter breeze the man who walked through the city ate a sandwich without cheese the weather was bad in Chile a lost moon set hard aflutter the man who walked through the city ate a sandwich without butter the weather was bad in Chile the sky was frowned and sad the man who walked through the city ate a sandwich without bread диетическая ссора как много на свете жестоких разлук поссорились как-то морковка и лук и грозно морковка сказала врагу ну ладно мы встретимся позже врагу собаку обидели я с ними делила я радость и горе зачем же такое писать на заборе а если для них я действительно злая я больше не буду пусть сами и лают the offended dog I loudly sorry I loudly barked to protect them as friends they wrote why why do they write the vicious dog on the fence if I for them is really is really bad let them bark by themselves being met и последнее стихотворение секретная песенка о слоненке по Борнео и Ямайке ходит слон трусах и в майке ходит маминой по нами только это между нами the secret song about the elephant in Jamaica and Madeira elephant walks underbred using mother's funny hat nobody should know that спасибо пойдем дальше итак итак у нас дальше Семен Сафро ученый-лингвист поэт поэт-переводчик розаик многое плодотворно работает над переводами канадской поэзии на русский язык а также переводами из английской и грузинской поэзии стихов на иврите переводит даже стихи с русского на английский пожалуйста Семен 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 все я здесь я уже здесь я ангитал себя я сегодня прочту три своих стиховарения и три перевода поэтому шейчем рано поэтому шейчем рано не дописав строки поздно уж петь асану и поздно сжимать кулаки огнем полные печали и призраками надеж слова со страниц кричали взрывая в душе мятеж они уходили не сами где пуля а где петля их стих как брик с парусами отправился в рейс без руля не ждали они признаний не жили с чужим умом и только постичь мироздание хотели они потом но что-то не так сложилось но что-то пошло не так возможно и сяпли силы и вместо рассвета мрак и кто-то их просто не понял и кто-то стрелял не наугад их настигала погоня а жизнь превращалась в ад а стих его век так долог его не смущал запрет как будто он жизнь и осколок той что не прожил поэт и где-то в иных столетиях голос от трепета тих своим позрослевшим детям прочту я забытый стих тридцать три две тройки неслись обгоняя друг друга под ливнем под солнцем в магическом круге по рыжей земле по зеленым пролескам с реньков и камней над утесом отвес неслись обгоняя из прошлого в завтра местами менялись горячие азарты неслись забывая о временной боли рискуя и играя и чувствуя волю а может и не было краткой той боли неслись свои чувства для мира не прячься назвали одну благородной любовью другую назвали лихая удача мокрый снег тот первый снег тот мокрый снег десантом с неба летел не прекращая бег куда я не веду и таял призраком в ночи в садах и скверах и воздух снегом тем горчим и путь был серым и обнимала темнота звал посвист ветра и жизнь чистого листа все так как в ретро мне кто-то долго предлагал но пустотою вдруг глуши забывшийся вокзал звенел зимою как пластилин тот мокрый снег я мял руками и прошлое мой оберег держал как знамя теперь переводы Джордж Вудкок стихи из Лондона 341 год этот перевод был напечатан в эмигрантской лире Джордж Вудкок и последующий поэт а не канадский поэт я акцентирую так сказать свою переводческую деятельность на канадской поэте стихи из Лондона 341 год затихающий вой гласистых сирен над разрушенным городом над безжизненной картой летел в поднебесную высь на разбитых дорогах опасно пустынно и холодно мы в изгнание уходим из мест где давно родились будто все мы шагали под дулом ружейным изгнанники это бывшие граждане жители призрачных улиц и вели в наше прошлое улицы те без названия так окольным путем возвращался на берег свой улиц лишь остались со стого мостов перечеркнуты старые визы и не в силах в судьбе своей мы что-нибудь изменить я беру телефонную трубку но никто не ответит на вызов мне бы уши заткнуть и про ненависть просто забыть я как сокол за ангелом зорко гляжу этот вечер и несу я пылающий факел чтоб двери во мраке открыть чтобы петь на безмолвных углах заброшенных детек и холодных сердцах неспособных страдать любить и под окнами паба где слышатся пьяные звуки человек прислонился как будто согнувшись от ветра безымянный со смятым лицом и костлявые руки отливает из звуков горячие капли рассвета том де арсе в могиле ностальгические стихи дважды я пересек голубой океан дважды кровь в долинах ходил и два раза природа я была сиян успокоив тревогу в груди словно мох на разломе больного ствола это время стянуло бинтом мне та рана на сердце глубоко легла как заноза на тележивом тяжесть чувствовал всюду где б не находил и в моей голове пустота и надежды и сны так сплелись нету сил с болью чувств от удара хлыста и глаза были браги не видеть совсем тумных рек и лесной полумраг но и гордостью уж уделить ну зачем если сердце мое верно маяк и какой бы не выбрал я не выбрал в пути поворот душа моя рвалась вперед и холмы были эти с ирландских высот перели птичьи все звали в полет тот корабль унес мой покой в океан горем вдаль тот корабль до ним рыли если бы имел улетел из тех стран мне туда где покой я за ним а это перевод с грузинского Симона Чакавани за снежной Тбилиси мой добрый Тбилиси невзрачен в снегах побеги от стужи и вовсе продрогли цветы вдруг поникли в знакомых горах не буду к тебе я сегодня столь строгим снежинки порхают без печени как птицы не нравится больше в предгорьях цвет слив рассветные пения веселой синицы и дым тебе леса и в повышенных разлив душа словно факел пылает на вере твое покорен самобытной красой в моих и мыслях и будничном деле и чувствуя сердце прерывистый бой не пробовал винь я в праутах и сани ведь грустью полна моя чаша вина припал я к земле окруженной горами и снегом на мысли легла стена бесследно исчез у подножья холод и брел я как будто обяпи был сном никак наглядеться не мог я на город и словно забыл где ютится мой дом и кровь моя с снегом летящим смешалась так шел я метелец и белый ганин я песня твоя я голос усталый а скоро я стану и корнем твоим спасибо спасибо огромное спасибо миша рыков живет в италии специализируется на переводе текстов песен на русский язык знаменитого канадского автора леонардо койна и сам исполняет эти песни в своем переводе также переводе много стихи стихов современных канадских канадских и белорусских поэтов программист ни один семинар у нас не обходится без его песен пожалуйста миша если что-то не досказал пожалуйста доскажите достаточно спасибо я спою песню леонардо койна сюзанна которая собственно через которую он стал известен и вышел на сцену он не собирался выходить на сцену в том смысле его план был такой когда он не смог зарабатывать литературой он писал стал известен но зарабатывать литературой не смог академическую карьеру не хотел с самого начала преследовать и тогда он решил у него была идея писать песни и продавать их и на этой жить и вот когда он продал вот эту свою первую песню его собственно Джуди Коллинз который он ее продал и вытащил на сцену и вот теперь мы знаем Леонардо Койна певца вот благодаря и этой песне и Джуди Коллинз песня 67-го года но она вышла она упоминается в книгах 60-го и 66-го года вернее она там напечатана Джуди Коллинз издала альбом в 66-м году с этой песней а Леонард Койн издал уже свой первый альбом в 67-м году с этой песней Сюзан и песня рассказывает как раз она вся связана с Монреалем и этот реальный Сюзан это реальная женщина жена его друга и там не было романтической истории но вот она такая есть документальный фильм в BBC да нет CBC канадская broadcast company Сюзан Верден по-моему ее фамилия есть документальный фильм ей посвящен она не от мира сего вот как в этой песне а часовня в которой Христос здесь ходит это часовня богоматери заступницы которая вот прям недалеко от порта находится и квартира Сюзан тоже находилась недалеко от порта то есть такая реальная зарисовка по-моему 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 слегка безумна но поэтому ты с нею и выпьете чай с лимоном из далекого Китая а когда хотел признаться что любви ей дать не сможешь на свою волну настроек за нее река сказала ты всегда в нее влюблен был и ты жаждешь с ней в дорогу без оглядки без сомнений ты сознанием прикоснулся к совершенству ее плоти ты весь в ней и и когда христос рыбачил и ходил по водной глади наблюдая дни и ночи в одиночестве на башне убедившись что услышать лишь тонущие способны он сказал все мореходы пока море не отпусти сам же сломлен был и брошен словно недостойный смертный он тонул в твоем сознании опускаясь к тайным мыслям камнем вниз и ты жаждешь с ним в дорогу без оглядки без сомнений он со знанием прикоснулся к совершенству твоей плоти он в тебе она нежно держит руку и к реке тебя подводит на сюзан покров из перьев подношение от нищих а в закате полыхает силуэт святой марии и она тебе покажет между мусором и клумбой где лежат герои в тене а в лучах рассвета дети их сердца любви открыты и из-за зеркала сюзанны благодать прольется в душе и ты жаждешь с ней дорогу без оглядки без сомнений и она в тебе всецело в совершенстве твоей плоти все в тебе спасибо 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 миша гитару по-моему не очень хорошо было слышно или может быть ошибаюсь ну я почти специально так сделал но я сейчас сделаю гитару больше на следующую песню хотя следующая песня там громче гитара играет по-любому нет слышно все слышно все слышно было может быть я ошибаюсь спасибо вы никогда не ошибаетесь но все было слышно правильно совершенно верно хорошо еще одну песню хотите исполнить миша так а я же там по списку дальше еще одну исполняю ну так и потом еще исполните ради бога ну пойдемте там если время у нас останется я ищу да время хватает у меня один маленький я я григорий яблонский я впервые на вашем замечательном сборище у меня один вопрос к александру мельнику один малюсенький вопрос он есть тут может потом вопросы зададим уже после выступления хорошо хорошо спасибо обязательно будет время для вопросов обязательно спасибо миша так потом исполните или сейчас еще хотите одну исполнить песню потом 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 ну ладно спасибо пойдем по списку саша казаков канадский сорожил ученый физик поэт поэт переводчик отличается философским складом ума что самым плодотворным образом сказывается на его творчестве много переводит стихов канадских и американских поэтов как современных так и классических пожалуй пожалуйста саша спасибо 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 добавить про себя пожалуйста ну я могу только сказать что вот как-то парадоксально из нашего политехнического института в одном и том же сборнике день поэзии выходят три человека я саша шик и еще один не знаете не видите здесь я почитаю немножко своих стихотворений и немножко перевод некоторые из моих переводов это скорее по мотивам ну так так получилось первое это по мотивам похоронный блюз уинстона от юнстона одана написанная на смерть его партнера мне по знающему как рыдать как поворачивать камни горя бить разбивать разрушать страдать с миром кинг-конгом гориллой споря громить кулаком самолеты в пыль кусками огромными небоскребов крушить страдание язык постыл молчат неподвижно замерзшие своды когда вместо слов вырывается брань когда метафора вырвав сердце прощается с текстом и ищет грань чтобы разбить разбиться разверзся что вместо слов всемогущий мат в небо и в землю на юг и север запад больше не значит закат восток и восход ибо кончилось время бой так оставленный воет пес он не вернется ни к лаю ни к жизни здесь я застыл замерзну замерзну вместе с тобой в нашей новой отчизне второе это тоже не совсем перевод это на тему к двенадцатому святому сонету Джона Дона я много раз перечитал сонет он очень горек в нем одни вопросы Джон Дон не смог найти на них ответ но выпустил их Рой они как осы должны должны нас жалить эти почему чем заслужили что сама природа ее его творение уму непостижимо служит нам от рода погрязшие в коррупции грехе чем заслужили мы покорность тварей что чище нас в каком своем стихе творец их жизни отдал нам и пламя его с последним выдохом отец как нам хранить в биении сердец а третье это уол стивенс написано в пятьдесят первом году в мир бейнг живое ну вот так она у меня перевелось там где кончается разум открыты ладони мысль улетела из них и ладони пальмой поднялись бронзы отлитые на горизонте в золоте перьев в ладонях раскрытых пальмы птица поет без слов и без смысла песни чувство лишенный чужой неземной мотив и открываешь не логика и не разум дарят и отнимают радость и счастье птица поет пламенеют длинные перья там на грани вселенной ладони пальмы ветер медленно движется сквозь их пальцы память всполохов не спадающих огненных перьях ну а дальше я буду читать свои стихотворения первое она называется облаготворение посвящено переводам вчитываешься в слова написанные латиницей глаз преодолевает строчку за строчкой но язык не ощущает вкуса прижимается к мягкому нюбу и проваливается возвращается и снова спотыкается на слове но вот легкое прикосновение к верхним зубам создает ощущение вкуса спелого ореха и начинаешь с первого слова и снова вчитываешься постепенно проступают контуры звуки становятся голосом и голос рассказывает тебе историю историю рождения удивления необходимости найти удивлению форму вдохнуть в него жизнь начинаешь различать удивление и форму в которой оно ожило и оживает телом постепенно взрослеет отделяется обрастает плотью новым своим смыслом и само становится удивлением оно растет как дерево баньян ветви как якоря спускают корни врастают в землю движутся все дальше и дальше и вот уже пересекают границу меняют язык рождая новое тело воплощая первое удивление создателя удивление читателя покоренного созданием и вот облаготворено перо пишущие кириллицы череп войны нас тьмы и тьмы и тьмы нас тьма что прячет свет как в шлухе тюрьмы зерно хранит расцвет вот в черепе войны рождается беда сметая на пути всех кто не скажет да чтобы смести затем всех кто сказали мы забыв что мы и есть слепая дверь тюрьмы и вот из черепа войны рождается беда и в глубине в зерне беды порочная звезда и черный свет ее слепит и собирает рать на стягах на стягах крови цвет разлит отчизна царство мать в огне куют мечи из тьмы щиты куют из слов и вот уже нас из тьмы нас тьмы святой из вечный зов и музыка былых побед звенит у них в ушах под предводителем конь блед и души в небесах а завтра черная звезда глядит на кровь и гать во флягах мертвая вода но некому сказать беда 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 а это стихотворение посвященное Василу Бродскому и Ленинграду май ладожский ледоход плыву дворцовым мостом белое тихо звенящая стада ползет под мостов широкие брови зимний лебяжья канавка летний сад большой дом и на губах как после школьной драки соленый привкус крови архитектура языка строй рифм цезур ударений первичный способ познания дознания река рука подхватила и понесла от застольных мнений третьего рима имперской жизни в крутом вираже в признании в квет бессмертия бессмысленная уже невозможно уйти от себя рифма случайная пусть гроша не стоящая ломаного так изначально как дам адам адама кровь человек земля и важнее первичные логики жизни логики в которой тридцать шесть тысяч дней для правцев и избранных а нам курящим и пьющим смертным нам нужней безумия недостойнейшего из дней чем долгое бормотание жизни разошлись выпил руку а что в зеркале ночи сигареты поставил точку в конце еще одной налетевшей строки начатой незавершенной и там в ничто не будет важнее дело чем закончить строчку ну и последнее стихотворение которое я прочту это осень оно я люблю потому что оно не совсем оно не совсем осеннее повторимо неповторимо лето все еще сердцу зримо только слов как у клоуна мимо с кленом осени на щеках возвращение невозможно осень вкусно прожить несложно лето ярко но часто ложно все же и ложному лету бах осень сладкой начинкой чревата мудрость это предвестие заката побыстрее отправлю куда-то куда черт не гонял лошадей и открыв осень новой страницы буду в ней словно птица резвится дай мне ягодкой красной напиться осень сердцем моим владей спасибо большое спасибо саша спасибо огромное спасибо спасибо